Как известно, у нашей Шкоды Корок появился родственник под маркой Volkswagen, модель Таос. И вполне логично, что фольксвагеновский новичок оказался немного дороже шкодовского кузена, но дешевле более крупного Тигуана. При этом оснащен Таос богаче Корока. У него шесть подушек безопасности вместо четырех, виртуальная панель приборов вместо аналоговой, рефлекторные светодиодные фары вместо галогенок. И много чего еще, что оправдывает 62 тысячи рублей переплаты. В частности, потенциальным владельцам кроссовера будет полезно узнать, что обогрев руля, круиз-контроль, датчик света, багажные рейлинги и кнопка запуска двигателя, не считая кондиционера и медиасистемы, положены даже базовой версии. Кстати, первым покупателям обещают подарить зимний пакет. Также заявлены комплектации «Статус» и «Эксклюзив», плюс приветственное исполнение «Джой». Последнее любопытно оранжевой отделкой интерьера и расширенным набором оборудования. На старте продаж «Талс» наделен тремя силовыми агрегатами. Базовый вариант имеет атмосферник на 1,6 литра, передний привод и пятиступенчатую механику. Позже должен появиться шестидиапазонный автомат. Так что сейчас ценителям двухпедального образа жизни подойдет лишь турбомотор 1,4. Переднеприводные машины оснащаются восьмиступенчатым автоматом, а с полным приводом полагается семиступенчатый преселектив. В продаже «Талс» и «Нижегородской сборки» появятся до конца июля. А в августе дилеры «Шкоды» получат мощный контраргумент. Корок со 110-сильным атмосферником и шестидиапазонным автоматом. Две педали обойдутся от 45 до 75 тысяч рублей дороже, чем три. Кроме того, со 150-сильным турбомотором и полным приводом теперь ставится семиступенчатый преселективный робот DQ-381. Это новое поколение преселективов, которое должно быть надежнее и совершеннее шестиступенчатой коробки DQ-250. Со свежей трансмиссией китайского производства маленький кроссовер сделался немного шустрее и экономичнее, но цены не изменились. А заказать любую из двух шкодовских новинок можно прямо здесь и сейчас. Так что ценителям малоформатных паркетников теперь придется немало поломать голову, выбирая между Короком, что манит недорогим автоматом, и Таосом, который привлекает новизной и оснащением. А ведь есть еще новая Крета. Продолжение следует...